Всем привет-привет! Сегодня я снимаю свое видео о фирме Шанди, которая была прислана мне на обзор. Прислали мне на обзор три продукта. Вот такая вот натуральная краска для волос в оттенке в темно-коричневом, потом такой травяной порошок для мытья волос и вот такая вот травяная маска. Фирма Шанди это индийская фирма, которая представлена у нас в Украине. Есть сайт, который я размещу под видео. Не буду скрывать, что эти продукты были присланы мне на обзор бесплатно. Но отдельного даже видео внимания заслуживает их натуральная маска. Шанди серия Органик. Я все-таки решила снять все три продукта в одном видео объединить. У меня краска Шанди серия Органик в цвете темно-коричневом. Объем здесь 100 грамм. В инструкции написано, что этой упаковочки хватает на 3-4 раза для волос средней длины, густоты. Мне этой упаковочки хватило на один раз, но мне она очень понравилась по своим функциям. Волосы у меня темно-коричневые. Однородный приобрели оттенок. То, к чему я стремилась и все-таки на 100% не достигла окрашиванием чисто хной и басмом, смешиванием. Все равно у меня немножко на свету волосы давали ржинкой. После этой краски этого не произошло. Оттенок этот я выбрала идеально темно-коричневый. Есть там просто коричневый. Я выбрала темно-коричневый. Черный не захотел, потому что все-таки волосы у меня от природы не черные. А ближе вот такие к темно-коричневому или даже многие говорят, что черные, хотя на свету вот они с каким-то коричневым отливом. Такой вот интересный, конечно, цвет. Многие спрашивали, крашу ли я волосы. Я отвечала, что нет. Теперь я вот покрасила вот такой вот натуральной краской. Здесь такой интересный состав, кроме на первом месте идет индийская хна, потом идет амла, брынгарадж, периоксид бария, лимонная кислота, карбонат магния и проамино-бентенол. Тоже производитель это Индия. Объем 100 грамм и мне хватило, еще раз повторюсь, на один раз. Тут такой пакетик. И шли в наборе перчаточки и инструкция. Держать эту краску нужно от 20 до 50 минут. Я ее держала минут 40. Что я могу сказать? Волосы у меня не пересушены, но все-таки я ее разбодила кипяточком и добавляла свое органовое масло. Видимо, благодаря этому мои волосы не пересушились. Объем, как всегда, в принципе, как после ихны и басмы, приобрели мне такое ощущение, что еще больший объем. У меня такая копна на голове. Еще я подстриглась на 15 сантиметров. Может, благодаря этому еще за счет того, что они стали короче. Они у меня еще более такой объем приобрели. Волосы приятные на ощупь. Не пересушенные. На солнце имеет такой натуральный блеск. Все очень хорошо. В принципе, идеальная маска. Я думаю, что седину закрасит на 100% кому нужно или перекрасит ваш цвет. В отличие от того, если вы будете использовать или хну, или басму, или вместе с самосочетанием. Очень хороший. Рекомендую. Единственный минус и недостаток – это цена. На сайте написано 110 гривен. Все-таки дороговато. Особенно мне, если мне этой краски на один раз. Но так очень достойный, очень-очень достойный, хороший продукт. Следующее, что мне понравилось, это вот такая вот маска травяная для волос на основе фирмы Шанди. Здесь у нас объем тоже 100 мл. Такая вот баночка. Тут вот так вот раскручивается. Вы высыпаете сколько вам надо. Опять недостаток для меня. 100 грамм все-таки мало. Для моих волос я где-то использовала за 2 раза уже, наверное, 1 треть баночки. То есть этой маски мне хватит ненадолго. Травяная маска тоже, опять же, кроме индийской хны высшего сорта, входит амла, брахма, витевир и разные тут индийские еще травы, в которых я не очень разбираюсь. Опять же, после этой маски невероятный объем. И еще недостаток, что очень плохо промывается эта трава. Как, в принципе, вот этот травяной порошок для мытья волос. То есть, если бы я его брала, я бы такой не приобрела на сайте, потому что мне все-таки лучше волосы будет промывать обычным шампунем. А вот масочка, в принципе, очень хорошо, особенно у девочек, у которых редкие волосы, на корни наносим по всей длине, и будет такой невероятный объем. То, чего там вам не хватает. Поэтому травяную маску на основе хны я очень рекомендую. Эта маска подойдет даже блондинкам, потому что хна лишена красающего пингмента. Я даже пробовала на своей сестре, она блондинка, волосы у нее абсолютно цвет не изменили, поэтому подойдет и блондинкам. В принципе, любым девочкам с любым цветом, структурой волос. Вот такие вот продукты очень тоже хорошие. Но, опять же, травяной порошок, это подойдет девочкам, которые хотят, опять же, большего объема, у которых не сильно густые волосы, или, в принципе, просто структура волос прямая, вам подойдет. Мне эта масочка подошла, а вот порошок для мытья не совсем. Все, в принципе. Спасибо за внимание. Пока. Пишите отзывы и комментарии.